Еженедельная городская планерка муниципальных служб и ведомств прошла в минувший понедельник 5 сентября в актовом зале администрации города. Какие вопросы стоят в фокусе внимания городских властей сегодня, расскажут мои коллеги. Очередную городскую планерку проводил первый заместитель мэра Виктор Емельянов. Вначале были рассмотрены обращения горожан. Житель улицы Солнечной обратился с просьбой убрать огромные валуны, которые остались на обочине дороги после прокладки газопровода, а также рассмотреть вопрос организации пешеходного перехода на улицы Барнаульской между домами номер 30 и 130. Решено нанести зебру в районе магазина «Чайка». Задание убрать камни передано соответствующей городской службе. Вследствие экономического кризиса в городе вновь стала актуальной тема бомжей. Что мы делать будем с бомжами? Они вот партиями приходят и вытаскивают из контейнеров все, что там находится. То есть в течение дня, если, допустим, вывезли контейнеры, да, утром чисто подобрали, все-все-все, контейнер, площадка чистая. Но через час приходит первая партия утром, затем следующая, потом в обед приходят, и до конца они все это вытаскивают. Намечен ряд мер для решения этой проблемы. В ближайшее время будут выставлены на торги работы по сооружению цеха обезвоживания городских очистных сооружений, и таким образом будет сделан еще один шаг к устранению неприятных запахов в этой части города. В рабочем порядке обсуждались текущие планы работ всех городских служб и ведомств на текущую неделю, в том числе подготовка к Дню города. В завершение планерки была доведена информация представителями МВД, ГИБДД и Роспотребнадзора. Состояние оперативной обстановки, снижение уровня преступности фиксируется. Возбуждено 18 уголовных дел, как всегда традиционно, две трети совершенных преступлений относится к имуществу и угрозу. То есть это кража. Один факт мошенничества, присвоение чужого имущества, один факт угона, значит, приобретение заветного добытого преступным путем имущества, один факт. Значит, четыре лица у нас ушли из жизни, один факт самоубийства через повешение. Значит, также всего выявлено 773 правонарушения на территории города. Значит, особое внимание уделяется, как я уже озвучил. Значит, это выявление, а также профилактика правонарушения, построение совершеннолетних, которые идут на обучение. Информация имеется. В первую очередь, индивидуальную профилактику распространяем, что так называемое особое категорие подростков. То есть те, кто уже однажды приступил к закону и находился на профилактическом учете. То есть те, кто может себя проявить вот здесь. По линии будет, да? На территории города за неделю заинвестировано 405 правонарушений, то есть выявлено. Из них правление на трезвом состоянии 4, отказ от прохождения муниципов воздействия 3, нарушение скоростного режима 25, нарушение право-гружения пешехода и сажирования 25, непредоставленное преимущество движения пешеходов 107, ДТП, 20 ДТП. В течение материального человека были почти ДТП с воспродавшими. Это было у нас 2 медленные пешехода, один на площади, один на Желмассиве. Все спроизводы части, и пассажиры. Было столкновение на учебном пене. Не напоминаю предстоящим, может кто не слышал, что на территории города 22 августа по 25 сентября проходит мероприятие по фактическому вниманию детей. ГИБДД просит родителей быть предельно внимательными в их движении, а родители, у кого есть дети, дети следить за движением своих детей, напоминать им о безопасности поведения на улицах и дорогах города для соблюдения право-дорожного вероятного. Эпидемиологическая ситуация про инфекционную заболеваемость остается стабильной, но между тем, в городе регистрируется высокий показатель заболеваемости и отмеченными инфекциями. За неделю было в Вьетнаме, но это в основном дети 16 человек. Также начали регистрировать по случаю педикулеза, щасотки, это сейчас съезжают студенты, поэтому при осмотре выявляются эти заболевания. Пострадавших количество отключений составило 13 человек за неделю. Специалисты 2-го числа выходили в окрестностях города, это рекоменологи, и за 2 часа собрали 75 клещей. Поэтому продолжать осматриваться, кто выезжает на природу, и меры профилактики соблюдать, осматриваться клещи еще активнее. И сейчас время приходит, это вакцинация против клещевого инфекционера. Также заедет 4 укуса животными собаками, но это в основном все укусы домашними, собственными собаками. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok